Добрый день. Биография Владимира Зельдина. Он слышал вживую выступление Владимира Высоцкого. Был знаком с Анной Ахматовой, которая иногда посещала его в гримерке. Он лично знал Василия Сталина и Юрия Гагарина. Владимир Зельдин прожил долгую и трудную жизнь. Он был старше Октябрьской революции. Пережил крах империи и развал СССР. Несколько раз он был на волоске от смерти. Но судьбе было угодно, чтобы он дожил до 101 года и при этом выходил на сцену практически до самой смерти. Он был старейшим играющим актером. Таких, как он, больше нет и, наверное, не будет никогда. Картина «Свинарка и пастух» мгновенно сделала из мало кому известного артиста Владимира Зельдина настоящую звезду. Родился Владимир Зельдин 28 января 1915 года в небольшом городке Козлов под Тамбовом. В семье музыкантов. Сейчас этот город называется Мичуринск. В семье Зельдинах подрастало пятеро детей и все они были окружены заботой и вниманием родителей. Росли в творческой обстановке. Папа Михаил Зельдин профессионально занимался музыкой, работал дирижером. Владел несколькими музыкальными инструментами, особенно любил тромбон. Мама Нина Зельдина всю свою короткую жизнь преподавала музыку. Родители старались привить любовь к музыке всем детям. Они тоже постепенно овладевали музыкальными инструментами. В 1920 году в разгар гражданской войны Зельдины переехали в Тверь к родной сестре отца. Именно в этом городе Володя пошел в первый класс. Он отучился всего четыре года и в 24-м уже стал учеником одной из московских школ. Семья перебралась в столицу. Зельдины жили дружно и счастливо, но вскоре этой идиллии пришел конец. В 1929 году умер отец, которому было всего 52. Спустя три года не стало и мамы, а ведь ей тогда исполнилось 47. Володе на тот момент было всего 14, и он запросто мог пополнить ряды беспризорников, которых в то время было очень много. Но мальчик сам изменил свою судьбу и не дал себе оказаться на дне жизни. Он стал курсантом военизированной школы на Таганке, которая славилась строжайшей дисциплиной и повышенными спортивными нагрузками. Здесь Володя преуспел в ходьбе на лыжах, в совершенстве играл в теннис, волейбол и футбол. После окончания школы Владимир собирался сделать военную карьеру. Его манило море и парень. Парень всерьез задумывался податься в военные моряки. К сожалению, этим мечтам не суждено было сбыться, у него была близорукость, и о море пришлось забыть. Зельдин устроился на завод, и его взяли слесарем. Оказалось, что здесь работает кружок художественной самодеятельности, и Владимир от нечего делать в него записался. Вскоре он уже стоял на сцене и понял, что ему очень нравится это занятие. Зельдин решил испытать судьбу и пошел на пробное прослушивание в театр массовета, где в то время объявили о наборе на актерский курс. Владимир легко справился с заданием и попал в число студентов. Наставником Зельдина стал Евгений Лепковских. Хореографию будущие актеры постигали под руководством знаменитой балерины Веры Масоловой, бывшей примы Большого театра. В 35-м обучение на курсах закончилось. Примечательно, что из 25 человек, которые были набраны на этот курс, успешными стали только двое – Владимир Зельдин и Николай Парфенов. Зельдину предложили остаться в труппе театра имени Моссовета, и именно здесь стартовала театральная биография артиста. Эта сцена видела его первые шаги в профессии. Первый крутой вираж в судьбе артиста произошел в 40-м, когда Зельдин попался на глаза помощнику режиссера Ивана Пырьева. В то время Зельдин был задействован в постановке «Генеральный конкурс» и своей игрой произвел большое впечатление на ассистентку. Поэтому, когда Пырьев стал подыскивать артистов для съемок картины «Свинарка и пастух», то Зельдин оказался первым в числе претендентов на роль Мусаиба. Он стал партнером Марины Ладыниной, и их дуэт смотрелся в кадре просто великолепно. Когда началась война, все артисты получили повестки, но в тот момент съемки «Свинарки и пастуха» не были закончены, и пришел приказ на продолжение работы. Так Зельдин не попал на фронт, зато своим творчеством поднимал моральный дух советских людей. Киностудию Мосфильма срочно эвакуировали в Казахстан, поэтому после окончания съемок артист еще целый год служил там в театре. В Москву он вернулся только в 43-м и снова оказался на сцене родного театра. Он выступал перед ранеными и обычными зрителями, вселяя в них надежду на скорую победу. За вклад в развитие искусства ему была вручена специальная награда. В 45-м Владимир Зельдин поступил на службу в Центральный академический театр Российской армии. Артист практически все свое время отдавал творчеству. Он был задействован во многих спектаклях и параллельно с этим выходил на съемочную площадку. Ежегодно фильмография Владимира пополнялась несколькими удачными работами. Среди самых любимых зрителям картин стоит остановиться на «Карнавальные ночи», «Учители танцев», «Десяти негритятах», «Парке советского периода». В общей сложности фильмография артиста насчитывает 57 картин. Его творчество получило заслуженные награды и премии самых разных престижных кинофестивалей. Его копилке имеется хрустальная турандот, золотая маска, несколько ник. Личная жизнь Владимира Зельдина удалась не сразу. Его первой гражданской женой стала Людмила Мартынова, с которой он жил на протяжении одного года. В 1939 году у них родился сын, ставший единственным ребенком артиста, но так случилось, что он умер еще младенцем. Затем Зельдин жил с актрисой Генриеттой Островской, которую впервые увидел на съемочной площадке фильма «Учитель танцев». Этот брак тоже был гражданским и закончился через несколько лет. И только в 1964-м его личная жизнь наладилась окончательно. Официальной женой Владимира стала Ивета Копралова, разница в возрасте с которой составляла два десятка лет. Она в свое время закончила журфак и занимала должность редактора в Бюро пропаганды киноискусства. Их счастливая семейная жизнь продолжалась до самой смерти Зельдина. Владимир Зельдин умер 31 октября 2016 года. На тот момент он уже три недели лечился в клинике Склифосовского. Владимир начал жаловаться на слишком низкое давление, и доктора настояли на госпитализации. Владимир Узельдин ушел 102-й год жизни.